Я продолжаю съемку коротких обречающих видеороликов среднего уровня трюков и в сегодняшнем видео мы с вами будем учиться трюк под названием KGB, либо же как его часто сокращают KGB. Собственно сейчас переходим к slow-mo и дальше объяснение. Итак, теперь переходим к изучению самого KGB и на самом деле сразу хочу отметить, что основная сложность этого трюка заключается лишь в том, что здесь слишком много элементов, которые надо запомнить. Сам трюк относительно несложный, просто его достаточно сложно запомнить. Сам KGB у нас состоит из двух типов трюков. Первый это рикошеты и второй это ролловеры. Я думаю ролловеры и так все знают, что такое. Для тех, кто не знает, что такое рикошеты, это такой элемент, когда нож у вас бьется о пальцы и рикошетит обратно. Например, у меня ручка сейчас бьется о большой палец и из-за того, что она бьется, она просто падает в обратную сторону, то есть рикошетит. Это такой подтип трюков и KGB наполовину состоит из рикошетов. Поэтому, естественно, обучение будет поделено на две части. Первая это с рикошетами и вторая уже с ролловерами. Благо они идут у нас друг за дружкой. Поэтому сейчас мы переходим к первой части. Итак, переходим к первой части. Напомню, она у нас состоит из рикошетов. Собственно, нож мы держим прямым хватом, безопасно у нас в ладони, обязательно безопасно. У нас опасный трюк этот не выполняется. Откидываем ручку опасную от себя, выставляем указательный палец на внутреннюю часть рукояти и закидываем нож на нее. Именно не закидываем, а бьем. То есть мы должны сделать первый рикошет. Это у нас самый первый рикошет. Мы просто закидываем безопасную часть обуха к себе на палец. После того, как ее закинули, мы должны большой палец убрать с внутренней части ручки на внешнюю. Тем самым дать ножу опуститься вниз. И не просто опуститься вниз, а именно отрикошетить от вашего большого пальца. То есть должен произойти удар и рикошет в обратную сторону. Одновременно с этим мы должны подставить сюда средний палец, то есть к указательному. И сразу же вместе с этим движением мы должны указательный палец переместить на внешнюю часть ручки. То есть из вот такого положения сделать вот такое. После того, как мы отрикошетили большим пальцем, обух клинка рикошетит у нас о средний палец. И после рикошета происходит закидывание ножа на указательный палец. Да, вот таким образом. То есть мы ударили и закинули. Ударили и закинули. Ничего сложного абсолютно нет. То есть вот движение само. С этого ничего сложного. Да, то есть как бы еще раз. Откинули, сделали первый рикошет, переместили большой палец, сделали второй рикошет, переместили средний палец, переместили указательный и закинули нож на указательный палец. Вот таким образом. Это у нас первая часть, которая напрямую связано с рикошетами после этого уже начинаются только ролловеры естественно мы сейчас переходим именно к ним и так теперь мы переходим ко второй части это именно уже ролловерная часть из губая и собственно первым действием нам нужно будет сделать трюк который очень сильно похож на тверд ладер выглядит он нас следующим образом я думаю если вы уже умеете тверд ладер а его уметь крайне желательно перед изучением из губая то никаких проблем у вас уже с этим элементом не составит просто тверд ладер мы делаем на безымянном пальце а тут мы закидываем нож на средний палец в принципе как бы вся разница но для тех кто не умеет тверд ладер собственно что мы должны сделать нажимаем средним пальцем на внешнюю часть ручки чем на внутреннюю нож у нас начинает опускаться вниз и одновременно с этим мы должны продолжить движение как бы кистью и пальцами и закинуть нож на средний палец сюда мы подсовываем безымянный палец и убираем указатель здесь он нам уже не понадобится и мы приводим нож вот именно в это положение да то есть еще раз мы начинаем с этого положения нажали средним переставили безымянный и вывели его в это положение это у нас первый ролловер из губая после этого мы должны сделать ролловер на безымянном пальце там будет именно половина ролловера то есть мы таким же образом должны нажать безымянным пальцем на внешнюю часть ручки она у нас упадет вниз и по инерции начнет крутиться вокруг безымянного пальца мы должны естественно дать ей это сделать и она у нас должна прийти именно в это положение после этого мы фиксируем ее здесь мизинцем выглядеть это будет примерно следующим образом вот так на то есть как бы нож у нас был на вот этом пальце мы нажали на безымянный закинули его на сам безымянный палец и подхватили мизинцем обязательно подхватываем мизинцем если не подхватите но 6 см у вас выводится что мы делаем после этого после 2 ролловера мы должны нажать мизинцем на внутреннюю часть ручки и опустить нож вниз после этого мы должны сразу же средним пальцем он у нас сам уже сюда тянется подхватить ручку и отпустить мизинец мизинец нам здесь больше уже не понадобится все нож у нас находится в этом положении и все что нам остается сделать это закинуть нож на средний палец на то есть нож у нас висит вот так и мы просто берем и закидываем на средний палец одновременно с этим перехватывая его указательным то есть мы в момент того когда его закидываем наверх мы должны в этот момент уже убрать безымянный палец потому что он будет вам мешать забрасывать нож наверх и поменять его на указательный вот таким образом все это финальная точка kiss goodbye а дальше вы либо делаете индекс ролл либо продолжаете свою связку да то есть как бы на этом сам трюк закончен также под конец видео хотел бы рассказать вам об одной очень полезной вариации kiss goodbye которая в дальнейшем поможет вам связывать сам kiss goodbye в другими трюками ваших естественно комбинациях и связках вариация это достаточно простая и называется она по большому счету укороченный kiss goodbye выглядит она у нас следующим образом и как вы могли заметить в ней нет ни одного рикошета то есть мы пропустили всю первую рикошетную часть просто за счет полтора оборота вокруг указательного пальца то есть мы делаем полтора индекс ролла и выходим сразу стартовое положение вот этой второй ролловерной части уже kiss goodbye то есть ничего сложного здесь нет мы делаем именно не один оборот индекс ролла а полтора да то есть мы также нож держим за безопасную ручку также выбрасываем ее на указательный палец она у нас проворачивается и в этот момент мы должны просто подхватить его здесь средним пальцем и выйти уже вот в это стартовое положение ролловерной части вариация это нужно как раз таки так я уже сказал ранее просто для более удобного связывания kiss goodbye с другими какими-то трюками потому что как показывает практика далеко не всегда получается связывать какие-то ролловеры переходящие вот в рикошетную часть kiss goodbye да то есть это далеко не всегда удобно поэтому как минимум знать вам ее будет полезно если научитесь вообще шикарно так что те кто хотят могут взять на заметку вот как то так надеюсь мои объяснения ракурсы которые были показаны в этом видео помогли выучить достаточно длинный но не такой сложный трюк как и он мог вам показаться на первый взгляд я бы сказал что kiss goodbye это обязательный трюк к изучению объясню почему тут на самом деле одна самая простая и банальная причина kiss goodbye развивает силу и моторику всех ваших пальцев всех пяти пальцев да то есть этот трюк безумно сильно поможет вам развить пальцы а естественно с более развитой силы и моторики пальцев все остальные трюки которые будете в дальнейшем учить буду даваться вам куда проще и легче вот поэтому на сегодня мне в принципе все всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии я все прочту и на все отвечу и всем хорошего дня